Всем привет! Добро пожаловать на мой бьюзи-канал снова. Меня зовут Юлия, и сегодня у нас будет влог. Я иду уменьшать губы. Это было решение, над которым я думала очень долго, и так как я веду свой бьюзи-блог, как бы понятное дело, что мое лицо — это мое все. И в данном случае губы — это то, что привлекает очень-очень много внимания. И вполне возможно, я бы, наверное, не сделала это, если бы не мое личное желание. Плюс, конечно же, то, какие комментарии я получала. И сейчас я даже, я не знаю, как я дрожу, потому что я боюсь этого. Я давненько такого не испытывала, если честно. Да, когда я просыпаюсь, я вижу вот эту картину, мне иногда даже не хочется снимать, потому что это смотрится некрасиво. Я думаю, что мои губы стали моим комплексом после того, как я начала вести свой канал именно. Опять же, комментарии. Сейчас я зачитаю вам некоторые комментарии, которые я читала. Это прям жесть. Девана колота просто в су смерти. Ей на минуточку всего лишь 25, я думаю, ей ближе к 35. Слушать очень сложно. У меня внешность не так триггерит. Губы просто от асс, как и речь. Я думаю, что это не секрет, когда ты читаешь постоянно про себя много всего. Ты вдруг начинаешь, ну, верить в то, что о тебе пишется, и у тебя начинают возникать комплексы. И ты смотришь на себя в зеркало и думаешь, блин, как-то не очень я красиво выгляжу. И ты начинаешь видеть картину с другой стороны, со стороны, где все выглядит слишком too much. То есть ты видишь, что у тебя губы реально огромные. Мой муж говорит, например, у тебя нормальные губы, все хорошо. Я говорю, нет, я вижу, что они суперогромные. Также камера, она тоже имеет свойство добавлять тебе пару килограмм. И также, возможно, это все смотрится гораздо больше, чем у нас на самом деле. Все вышесказанные факторы, они заставили меня поверить. И я, наверное, этому рада, что пришло время над этим поработать и рассосать гиалуронку. Мне кажется, что одним из самых главных факторов, почему я решила это сделать, это еще и видео одной девушки, которая попалась мне совершенно случайно. И она уменьшила губы. Но сейчас, в принципе, все блогеры... Сейчас такая мода вообще прошла на естественность. И я считаю это очень круто. Она показала, как она через это прошла, показала результат. И я вдохновилась этим также. И вот я здесь до своего часа пойти на прием в клинику и сделать это. Кстати, очень странно, но было сложно найти самую ближайшую дату для того, чтобы сделать эту процедуру. Где раньше всего это получилось, там туда и записалась. Но клиника хорошая. Я проверила, все нормально. Я нервничаю и, я не знаю, у меня редко такое бывает, что, как, знаешь, как трясет тебя. Поэтому, да, ребята, я обязательно включусь к вам, когда я поеду в клинику, когда я буду в ней. Надеюсь, что там можно будет снимать. Сколько я уже говорю, 8 минут. В общем, да, ребят, пожелайте мне удачи. Это будет у нас фото до... В общем, да, говорим уже пока. Ладно. Меня посмотрели, сказали, что моя полосятинижняя часть глупая, она выглядит нормально. Единственное, что, конечно, вот здесь вот то, что накопилось, мы берем. И здесь этих двух сторон. Мы будем делать так, ладно? Хорошо. Так, что, давайте посмотрим на экране и сравниваем один с другой. Хорошо. Хорошо. Сейчас они более красивые, да? Да. Но это выглядит хорошо. Девятая. Да. Я могу видеть. Да. Да. Лев, 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 лев. Да. Хорошо. 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 Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Да, я пока рада, что я вижу. Вот так это все смотрится вблизи. Понятное дело, у меня есть небольшой отек. Он сойдет завтра уже. У меня еще, кстати, губы пока что немножко заморожены, поэтому я, наверное, разговариваю немного странно. Пришло время, мне кажется, уже избавиться от всех этих ненатуральных моментов. И мне кажется, вот это то, что мы, наверное, хотели, потому что, не знаю, мне многим нравилось смотреть на мои губы такие. Поэтому, да, ребят, увидимся с вами через пару секунд. Ну что, ребят, время у нас сейчас 6.44, почти 7 часов вечера. И посмотрите на мои губы, как они смотрятся идеально. Они постепенно, даже можно видеть, что они стали уменьшаться в размере. Это потрясающе. Я показала этому мужу, он говорит, да, действительно, твои губы, они просто выглядят идеально сейчас. И я даже чувствую вот эту вот легкость. Легкость в том, что у меня нет такого большого количества гиалронки. Бах! Я очень рада, как это все смотрится. Просто посмотрите. Естественность в своем проявлении. Да, очень-очень здорово. Пишите обязательно в комментариях, что вы думаете. Мне кажется, такой лук определенно делает тебя моложе. В 5 лет молодости прибавляется точно. Это счастье 100%, потому что теперь можно носить помады, красную даже помаду, и при этом губы не будут выглядеть, знаете, слишком вычурно, слишком ненатурально. Просто посмотрите на них, какие они миленькие и идеальные. Я так понимаю, что через 2 дня они будут выглядеть еще гораздо меньше. И тогда мы уже посмотрим на результат, который мне пообещали, наверное, или который я ожидала. Я очень рада, что наконец-то я решилась на это, что я это сделала. Без того, что я делала, без моего хобби этого бы не случилось. Поэтому спасибо вам большое, ребята, всем моим хейтерам тоже, что оставляли комментарии. В общем-то, благодаря, наверное, вам совершилось это изменение в лучшую сторону. И перед тем, как мы попрощаемся, я хочу сказать одно, что никогда не поздно изменить, убрать, исправить ошибки, которые мы совершили в молодости. И, наверное, это то, что я делала. Я просто не могу нарадоваться ими. Мне кажется, даже моя лупка стала как-то выглядеть более красиво, красивей. Да, ура-ура. В общем, да, ребят, спасибо большое, что меня этому надоумили. Без вас я бы это, наверное, не сделала еще очень-очень долгое время. И всех целые обнимаю. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот короткий влог. Вы будете видеть картину того, как они улучшаются с каждым днем в моих видео. Поэтому, да, ребят, спасибо большое за просмотр. Я вас всех люблю. Прекрасного дня желаю вам. Посылаю вам лучшие добра. Ваша Юля. Мне прощаюсь. Пока-пока.